Итак, вторник, 12 часов по испанскому времени. Я нахожусь в Испании, в городе Порт-Сагунта, это недалеко от Валенсии. И я жду всех желающих принять участие в консультации по получению стартап-визы. Сейчас я ее провожу примерно один раз в месяц, но, как правило, эти консультации вызывают большой интерес, задается много вопросов, и я делюсь информацией, которая у меня появилась за время от предыдущей консультации. Я делаю это абсолютно бесплатно, рассказываю все, что я знаю. Я всегда стараюсь максимально помочь каждому, кто хочет получить стартап-визу в Испании, переехать в эту страну и запустить здесь свой проект. Итак, сейчас будут подключаться люди, постепенно я их буду впускать. И, как обычно, я дам еще две минуты для всех тех, кто опаздывает, и, соответственно, после этого я объявлю начало нашей консультации. Итак, ждем участников. Тот, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале Стартап-виза Испания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и думаю, что с нашей помощью вам удастся получить резиденцию Стартап-виза Испания и переехать. Пока все собираются, я поделюсь погодой в районе Баленсии. У нас пришла зима, как это ни странно. По календарю наступила весна, но у нас стало прохладно. Наверное, самые холодные дни, которые были этой осенью и зимой. Сейчас днем светит солнышко, вы можете увидеть, что оно у меня отражается в очках, но ночью прохладно, ожидается фронт, но я думаю, что это уже последние признаки зимы. Зима здесь, в Испании, она очень мягкая, очень приятная. Но я думаю, что сейчас с каждым месяцем будет увеличиваться количество желающих переехать в Испанию. Итак, я потихоньку впускаю участников. Да, вижу, подключились два человека. Мы ждем еще минуту, ну, может быть, еще другую. И, собственно, начнем нашу консультацию. Я пока узнаю, как меня слышно, как меня видно. Отлично, отлично слышно, отлично видно. Добрый день. Да, супер. Спасибо большое за обратную связь. Пока людей не так много, но из моего опыта очень многие подключаются гораздо позже. Поэтому у всех тех, кто подключается раньше, будет больше возможности задавать свои вопросы. Так, вижу, еще один участник. На моих часах уже две минуты, поэтому я сейчас включу запись, для того, чтобы потом поделиться ею на нашем YouTube-канале. Я знаю, что наши консультации очень многие смотрят, и они приносят большую пользу. И мы начнем. Запись идет. Всем здравствуйте. В эфире YouTube-канал Startup Visa Испания. Меня зовут Борис Шейнкман. Я основатель сообщества Startup Visa Испания и SEO-акселератора револуцированных стартапов S-Hub. Сегодня вторник, 5 марта, весна в Испании. И мы проводим нашу регулярную бесплатную консультацию для всех тех, кто хочет получить резиденцию, так называемую Startup Visa Испания, и переехать сюда. Правила у нас достаточно простые. Если у вас есть вопрос, вам нужно поднять виртуальную руку. Я обязательно всем дам возможность задать свои вопросы. Можно добавлять. Количество вопросов не ограничено. Мы ограничены только таймингом 1 час. Если вы включите камеру, еще и в горизонтальном положении, то я вам буду вдвойне познателен. Собственно, такие простые правила. Мы можем начинать. У кого есть вопросы, поднимайте руки. Да, Тим, пожалуйста. Добрый день. Меня Тимур зовут. У меня логин такой в гугле неправильный. Не с того аккаунта зашел. Я созванивался уже с... Господи, я забыл, ими Дмитрий, по-моему, да? Да, с Дмитрием. Уже созванивался на прошлой неделе, обсуждал вопрос вписаться в уже существующий одобренный стартап для получения ВНЖ. И все-таки сейчас задумался попробовать писать сам, потому что в целом вроде как у меня все для этого есть. Давно интересуюсь стартапами, что-то пробовал делать сам. У меня есть опыт в IT, образование айтичное и так далее. Единственное, конечно, у меня опыт, к сожалению, не разработчик. Инженеры по нейросетям о тимблит автоматизации и тестировании. Но вроде как можно будет все равно подбить. И у меня, к сожалению или к счастью, у меня, наверное, общие вопросы, за которые вы каждый раз отвечаете, но раз других пока нет, я бы быстро спросил, правильно ли я понимаю родмап. Сейчас я нахожусь в России, сейчас мне нужно брать справку о отсутствии судимости с апостилем, справку о регистрации брака для супруги без апостиля, справки о продаже недвижимости, машин, там, 2НДФЛ зарплаты и так далее тоже без апостиля. Потом лететь в какую-нибудь страну из СНГ, открывать счет в банке, покупать деньги. И потом лететь в Испанию. В Испании я делаю перевод Курада, в Испании я уже подаю бизнес-план, подаю пакет документов и жду одобрения или неодобрения Венжа. Правильно ли я понял кратко родмап? Ну, что-то верно, но что-то я бы все-таки уточнил, потому что здесь каждое действие очень важное, нужно его делать вовремя и так, как это нужно. Смотрите, во-первых, вот я поправлю то, о чем вы говорили, справка о браке, то есть вам нужно ваше свидетельство о браке, которое нужно будет перевести у Курада переводчик, а постель на него не нужен. Свидетельство о РАДе... Курада можно делать в Испании уже. Вы можете это делать где угодно, на самом деле. Вы можете, находясь в России, отправить документы на перевод, это все делается онлайн, то есть вы с Курада нигде не встречаетесь, никаким образом. Если вам нужны контакты Курада, можете написать мне, я вам дам текст, с которым мы работаем, который проверен. Так вот. То есть у вас эти документы могут быть заранее, уже готовы. Соответственно, пока вы еще в России, вам нужно уже подготовить бизнес-план, чтобы он уже был написан, чтобы вы потом не тратили время, когда вы сюда приедете на его написание-дописание. Собственно, когда вы... Вы можете даже заранее узнать, сколько будет стоить страховка. Опять же, если вам нужны контакты агента, которая действительно старается сделать как можно дешевле, и она знает разные опции, тоже можете написать, я поделюсь. Оплатить ее услуги можно будет только с... Ну, лучше всего понятно, с испанского счета. Если нет испанского, можно будет оплатить вначале в банке, здесь в Испании она пришлет реквизиты, ну, либо с другого счета банка другой страны. То есть из России вряд ли вы оплатите. Но если вы откроете счет и вернетесь обратно в Россию, то в целом это тоже можно делать, хотя смысла нет. Проще сюда приехать, здесь оплатить и, собственно, получить страховку, чтобы вы заранее за нее не платили. В этом логика. Да, когда вы приехали в Испанию, от вас нужен будет скан всех страниц паспорта, подтверждающих ваше легальное нахождение в Испании и подтверждающие, когда вы въехали, и что вы въехали, собственно, на территорию Испании. И все, и документы загружаются уже здесь. Сейчас произошло небольшое изменение, мы об этом писали, говорили, но я на всякий случай повторю, что теперь документы ВУГИ и бизнес-план Енису нужно загружать одновременно. И даже бизнес-план нужно чуть-чуть раньше. Вот, то есть раньше можно было загрузить документы и потом дописывать бизнес-план. Сейчас только вместе. Спасибо большое, понял. Если можно, у меня еще пару вопросов. Да, 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 пожалуйста. Тоже коротких. По деньгам в банке достаточно просто показать справку о том, что они, грубо говоря, побывали каким-то одним днем в банковском счету или нужно их держать до одобрения ВУГИ? Потому что они могут, не знаю, отправить запрос на проверку в Грузию, например, условно. Они не отправляют запросы на проверку, но они могут вас попросить прислать свежую справку. Вот, и поэтому, да, есть такой риск. Раньше они это не запрашивали, но вот с этого года они иногда, то есть не в 100% случаев, но иногда, если не возникают какие-либо сомнения, а сомнения возникают, как правило, такие. Если нет печати, например, синей печати, но понятно, что у многих ее нет, но это повод, повод... Точнее, вы попадаете в... Это фактор риска. Вот, еще момент, если вы показываете количество денег с точностью до, там, до 100 евро, например. Соответственно, они такие начинают сомневаться, что у вас действительно эти деньги есть, поэтому, если есть возможность, то лучше покажите больше. Угу. Спасибо. Так, и... Сейчас скажу. Ну, если просто ваша справка вызывает какие-то сомнения, если им кажется, что что-то... Вносились какие-то коррективы, хотя бы малейшие, они не отказывают, то есть они не проводят какую-то экспертизу, они просто просят прислать свежую справку. Потом они сравнивают обе, если они видят, что они чем-то отличаются друг от друга, то могут отказать. Но, как правило, этот вопрос решается. Пишется объяснение. Вот, поэтому, еще раз, если есть возможность, то лучше деньги похоронить до получения подтверждения. Если такой возможности вообще нет, тогда лучше покажите сумму больше, чем минимум, чем необходимый минимум, и уверен, что все... все пройдет хорошо. Спасибо. Синяя печать, это что такое? Ну, это как мокрая печать, давайте так. А, все, понял. Окей, по месту, короче, регистрации счета там где-то нужно. Ну, что это просто реальная печать, что вы были в банке. А, я понял, это оригинал. Да, да, да. Ну, то есть это оригинал, но вам все равно скан показывать. Да, я понял. Так, я вижу, там Рустам поднял руку, я, наверное, давайте передам ему слово. Хорошо. Хорошо, потом можете еще поднять руку. Да, спасибо. Да, Рустам, пожалуйста, ваш вопрос. Да, добрый день. Всем привет. Смотрите, хотел... У меня два вопроса коротких. Первое, это касаемо фаундеров. Где-то видел информацию, что необходимо показывать несколько фаундеров в проекте. Ну, вот у нас сейчас есть в проекте один фаундер, но у нас на месте ключевые сотрудники, но именно непосредственно фаундер один. Это первое. И вот там того, что нужно, необходимо там разделение условно по фаундерам. Кто-то за одну часть, кто-то за продвижение, кто-то за финансовую часть, кто-то за техническую. Насколько это необходимо и реально ли нужно выдумывать тогда историю с фаундерами, если их нет по факту. И второй вопрос, это вот предыдущий вопрос, касаемый деньги на зарубежных счетах. Это должно быть обязательно на расчетном счете или это может быть на депозите, условно, там, на процентном депозите какого-то лежа. Понял ваши вопросы. Во-первых, что касается фаундеров. Есть подтверждение, когда в проектах было абсолютно разное количество фаундеров. Я знаю проекты, где был и один фаундер, и где было пять. Кто-то мне рассказывал, что видел проект, где было шесть или даже семь фаундеров, и я пока своими глазами таких не видел. Но есть критерии, это команда. Соответственно, если человек один, то это не команда. Это значит достаточно высокие риски в том, что проект сможет действительно развиваться. И поэтому, чтобы снизить вероятность отказа или вероятность появления каких-либо сомнений, лучше, чтобы было несколько фаундеров. Из моего опыта оптимальное количество фаундеров 3-4. В то же время, если у вас действительно инновационный, классный проект, и, допустим, у вас двое, то это не будет являться каким-то фактором, который повлияет на отрицательное решение. Поэтому в целом проект оценивается по сумме факторов. Опять же, я был на прошлой неделе в Барселоне, общался с руководителем отдела стартапов Енисы, которая проверяет. И я у него спросил, собственно, какие критерии являются действительно важными, и как она их оценивает. Самый главный критерий для них – это инновационность. Я ее мучил долго вопросами, что в ее представлении является инновационностью, и как оценить, если в проекте инновационность, ну, например, на 10% он инновационный, или на 80%. То есть как они это определяют? Вот, она все-таки не смогла конкретно это сказать, потому что это будет на усмотрение проверяющего. Но что она сказала? Если подобное… То есть даже не так. Инновационность состоит из четырех частей. Первая – это инновационность продукта, инновационность сервисов, инновационность технологий и инновационность бизнес-процессов. Если в вашем проекте есть хотя бы одна составляющая инновационности, то они считают этот проект инновационным. Но эта самая инновационность должна быть, извините за тавтологию, инновационной в Испании. То есть если она уже есть где-либо в мире, но ее нет в Испании, то это инновационность. Если в Испании вот прямо точно такая инновационность есть, то они будут считать, что ее нет в вашем проекте. Поэтому нужно четко тогда описывать, чем вы отличаетесь от конкурентов и доносить до них. Если плохо получится донести, они укажут, что инновационности нет и, соответственно, все остальные факторы не будут иметь какого-то большого смысла, и в том числе и команда. Если же вы подтвердили инновационность, то дальше они смотрят все гораздо-гораздо лояльнее и у них оценки как будто повышаются сразу, там на один-два пункта. Вот. И про команду я еще скажу, что самую плохую оценку критерия по команде я видел... Я сейчас сформулирую, как она звучала. Что-то типа немного адекватно. Вот. Это значит слабая команда, что-то там есть, но как бы они не впечатлены компетенциями. Но это было один раз. Часто пишут, что команда средняя, например. Вот. Но чаще всего, опять же, даже если был отказ в проекте, то на команду особых нареканий нет. Я стараюсь просто ответить на ваш вопрос, Рустам, с разных сторон, чтобы вы могли сами принять решение, сколько фаундера должно быть в проекте. Рустам, ответил ли я на ваш вопрос? По первой части в целом, как будто бы да. По первой части. Если что-то непонятно, то уточните, я скажу подробнее. Нет, нет. В целом все хорошо. Понял тогда с точки зрения... Но только единственное, по команде, мы когда описываем команду, то есть у нас там команда из 6-7 человек. Но они просто не все фаундеры. Смотрите, вам нужно описать именно фаундеров, и в частности, именно тех людей, которые хотят получить стартап-визу. Если человек не планирует получать стартап-визу, то в целом можно его не писать в разделе команда, можно просто сказать, что у вас уже есть сотрудники, например. Но их, опять же, не очень сильно интересуют сотрудники, если они не в Испании. То есть если у нас, условно, фаундер, который СТО, и который реально СТО по этому проекту, и у него хороший опыт, бэкграунд и так далее, но он не собирается двигаться в сторону Испании, то мы его не указываем? Нет, смотрите, СТО – это очень важная фигура, и она всегда усиливает проект. Поэтому если даже СТО никуда не едет, его стоит указать. А вот если, например, у вас там, ну, не знаю, СИМИО, СИФИО, и он никуда не собирается ехать, то в целом его можно не указывать. Вы можете выбрать из 6-7 человек четырех самых сильных, с самыми сильными компетенциями. Понял. Хорошо. И тогда вот короткий второй вопрос по поводу вариантов размещения на счетах. Это обязательно расчетный счет или это может быть депозит? Слушайте, ну, я с таким вопросом, честно, раньше не сталкивался. Как правило, все показывают на расчетном счете выписку, но, собственно, требование звучит так, что вы должны показать справку об остатке на вашем счете необходимой суммы. Исходя из этой логики, депозит тоже подходит. Принял. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Вижу руку Игоря. Да, всем добрый день. Борис, здравствуйте. Вопрос как раз в тему фаундеров. Есть у нас четыре фаундера. Вопрос в следующем. Любой из них может инициировать подачу документов, находясь в восприне? Без разницы. Это не обязательно должен быть SEO-компания? Нет. Абсолютно нет любой. Окей. Любой из списка. И дальше уже в случае одобрения остальные могут подъезжать и оформляться, соответственно. Да, также в случайном порядке, кому как удобно. Время в целом не ограничено. Никто еще не достигал потолка. Ну, потолок лично я обозначаю как два года и несколько месяцев. Потому что за полгода до окончания срока действия резиденции первого фаундера под подача на документы будет закрыта. Поэтому в целом есть два года и два-три месяца. Окей. Спасибо. Тимур, можем к вам вернуться, если остались вопросы. Ну, да, у меня, к сожалению, тривиальные вопросы, потому что я давно слежу за всей этой историей и уже растерял все ссылки. У меня был вопрос, где-то можно ли посмотреть актуальные примеры бизнес-плана, именно как подготовить его под подачу Ениса и Луги? Смотрите, во-первых, самая актуальная информация находится на сайте Ениса. Вы можете там зарегистрироваться, и там доступны абсолютно все разделы, которые вам необходимо заполнять. Что касается примера бизнес-плана, то у меня есть один отказной пример. На самом деле бизнес-план очень хороший, но им не зашла идея, и они как раз не оценили инновационность. Хотя, на мой взгляд, все там хорошо. То есть бизнес-план сильный, и в целом можно отталкиваться от того, как он оформлен. Также напишите мне, я вам пришлю ссылку, и вы сможете посмотреть этот самый пример. Понятно, что копировать не нужно, это совершенно излишне, но глубину написания оценить можно. И подобные такие проекты, вот с такой глубиной, у меня все получали подтверждение. Спасибо большое. Пожалуйста. Есть еще вопрос? Пусть даже тривиальный задавайте, если нет, то я дам возможность Алексею задать вопрос. Ну, да, из тривиального, наверное, еще только, во-первых, у меня нет сейчас ко-фаундеров, а я сам в целом понимаю, что да, для большего повышения шанса получения, конечно, лучше к этому стандарту в 2,7 фаундеров приблизиться, и если будут какие-то люди, которые хотят тоже вступить, короче, связать нас, если это возможно. Вот. И отсюда же из этого вытекает второй вопрос. Мне в целом нравится, что вы делаете, я давно вот слежу за вашим комьюнити, за вашим каналом на YouTube, и поэтому я с удовольствием обратился к вам за какими-то доп. услугами, и вот хотел бы узнать, какие есть доп. услуги сейчас. Просто я к тому, что я могу не знать просто, как вы, в чем вы можете, грубо говоря, облегчить мне жизнь за вашу помощь, ваш услуг на данном этапе, вот при тех вводных, что я сам пишу бизнес-план, грубо говоря, можете ли вы мне с ним помочь, там просто натолкнуть, валидировать его и так далее, помочь с ко-фаундерами для того, чтобы заявка была более цельной, выглядела, и там какие-то, может быть, юридические аспекты есть, типа подачи удаленной или неудаленной, в общем, вот такие. В общем, на что мне стоит обратить внимание из ваших услуг, кроме добавления в уже существующие стартапы? Угу. Ну, давайте начнем с самого простого, что я могу провести услугу-ревью вашего бизнес-плана, когда вы его напишите, я могу его проанализировать, указать замечания и потом провести встречу и подсказать, что нужно скорректировать. Это самое простое, что можно сделать. То есть вы накидываете, не накидываете, а пишете то, как вы видите свой проект, а дальше я, исходя из своего опыта, просто вношу какие-то коррективы и тогда с очень большой долей вероятности все будет хорошо. Более того, я так скажу, что если у вас реальный проект, то мы можем обсудить перспективы его реализации в Испании, я могу подготовить письмо от своего, от акселератора, с хабсио, которого я являюсь, ну и соответственно, это также может усилить заявку. Но только эти письма я выдаю реальным проектам, которые действительно хотят, хотят запускаться здесь, в Испании. И кроме того, вот так же мы с Енисой договорились, что если у меня возникают какие-то вопросы, например, в их оценке, то я могу им написать. Вот, и уточнить, почему это именно так. Соответственно, если я пишу письмо, то это говорит о том, что я с этим проектом уже знаком, работал, и я его действительно рекомендую. И если, не дай бог, придет отказ, но еще не было ни одного отказа по тем проектам, по которым я писал письма, то я могу спросить, чтобы они объяснили свою позицию. Вот этой второй опцией я еще ни разу не пользовался, честно. Это хорошо. Так, теперь что касается добавления фаундеров. Смотрите, но тут сложнее, потому что сейчас вот эта вот услуга по добавлению фаундеров в проект трансформировалась, что мы добавляем людей, даже по-другому объясню. Вот, например, мы для вас пишем бизнес-план, и не хватает людей в команде. Соответственно, мы понимаем, что это у вас за бизнес-план, понимаем вероятность успеха, и, соответственно, к нам обращаются люди, и мы говорим, мы можем добавить вас вот сюда, трансформировать бизнес-план, и тогда все получится. Соответственно, если вы сами пишите бизнес-план, мы же не знаем, о чем вы пишете, какая вероятность успеха, и сказать, что, собственно, мы рекомендуем добавиться вот в этот проект, ну, мы тоже не сможем. в то же время, ну, да, люди, смотрите, люди, нет, извините, немного путано, то есть, мне гораздо спокойнее добавлять людей в те проекты, в которых мы пишем бизнес-план. Я понимаю, зачем мы это делаем, куда добавляем, и как, и на самом деле, как бы места постоянно появляются. Вот, есть какие способы на самом деле найти фаундеров? Во-первых, вот вам в чате уже кто-то написал, напишите по такой-то почте. Вот, возможно, наше видео еще посмотрят, и кто-то еще откликнется, но надо опять же понимать, что это за проект. Второе, это LinkedIn, то есть, вы можете указать не указать фаундер, который не будет переезжать, вы просто указите его, как будто он член команды. То есть, на самом деле, это никого сильно не напряжет, вот, ну, а вы укажете, что как будто вы с ним работаете, и соответственно... то есть, это окей, да? Если в команде уже есть, например, два-три человека, просто я единственный, кто хочет переезжать в Испанию, кто единственный, кто хочет получать ВНЖ Испании, то окей. Ну, смотри, если у вас никого другого нет, то да. Но лучше, чтобы... Да, но я вначале сказал, я хочу, чтобы все правильно понимали. Если есть люди, которые хотят переезжать, а они реальны, то лучше указать, естественно, их. Если вы таких людей вообще не знаете, не можете найти, тогда укажите просто сильных людей, точнее, людей с сильными компетенцией. И этого будет тоже достаточно. Вы можете также указать, что, например, вы работаете с адвайзером каким-то, с ментором, у которого там много регалий, это тоже усиливает вашу заявку. Все, я понял. Спасибо большое. у меня вроде вопросов закончились на сегодня точно. Спасибо. Пожалуйста. Да, вижу руку, Алексей. Добрый день. Добрый. У меня вопрос начинающего, скажем так. В случае одобрения стартапа, какие дальнейшие действия мои, чтобы через три года я смог продлить ВНЖ, то есть, если условно, через сколько я должен открыть компанию или какие-то иные действия. Смотрите, есть идеальный план и есть реальный план. Идеальный план, если коротко, вы должны делать все то, что написано в вашем бизнес-плане. Соответственно, если вы там обещаете, что вы зарегистрируете компанию, например, через месяц или через три месяца, то вам нужно делать именно так. Но реальность такова, что такой необходимости нет строго следовать бизнес-плану, потому что жизнь она сложнее. Поток подтверждений пойдет в этом году, начиная примерно с мая месяца и до конца года. И, соответственно, в течение этого периода у нас появится большое количество кейсов. И у нас будет тогда стопроцентное понимание, как продлеваться, что нужно делать, в каком случае. И у нас есть один, скажем, экспериментальный кейс в мае месяц, на котором мы хотим поэкспериментировать. Там нет риска неопродления, потому что у человека уже есть европейская ПМЖ, но есть и подтвержденный проект. И он любезно согласился дать его нам для опыта. Соответственно, где-то в июне мы уже будем 100% знать, как это все работает. Но пока мы исходим из той гипотезы, что компанию нужно будет открыть через один год после подтверждения или за два года до продления. И, соответственно, постепенно нужно будет увеличивать обороты и платить налоги. Вначале достаточно открыть аутономо, то есть необходимости именно в СЛ, регистрации СЛ, это местное ООО, нет. И, соответственно, к продлению нужно подходить, показывать динамику, что действительно у вас бизнес работает, есть обороты, вы платите налоги, показать, какое количество налогов вы заплатили, показать декларации за два года, то есть это все будет достаточно убедительно. Но этого мало, понятно, что нужно показать, что ваш проект развивается. И тут есть, опять же, две опции. Первая опция, либо сказать, что вы знаете, мы пытались, мы старались, но у нас ничего не получилось, очень жаль. И, соответственно, нужно объяснять, что делали и почему не получилось, но это все можно сочинить, это вряд ли кто-то проверит. Но потом нужно будет показать, каким новым проектом вы занимаетесь. Ну и, по сути, это написание нового бизнес-плана. Либо второй вариант говорит, что, слушайте, у меня в целом может быть с какими-то задержками, но проект движется, тогда для этого нужно будет показать, что вы сделали. И, на самом деле, создать какой-то MVP это не так уж и сложно и не стоит прямо огромных денег, но это MVP должно быть хоть как-то похоже на то, что было описано в бизнес-плане. То есть, в теории, шанс того, что реально не запускает стартап, продлить через три года резиденцию, шанс такой есть? На текущий момент я говорю, что да, такой шанс есть. Но, что мы видим, что Ениса постепенно совершенствуется и может быть в начале те, кто будут продлеваться в мае, в июне, они могут проскочить, потому что у Ениса не будет каких-то четких критериев для продления. Потом они все проанализируют и, может быть, закрутят гайки и, может быть, скажут, что оборот должен быть не менее 50% того, что вы указали в бизнес-плане. А вы указали, например, 5 миллионов евро. То есть, вам надо за год показывать полтора миллиона. Это не все могут сделать. Поэтому, смотрите, опять же, в идеале, если вы действительно хотите запускать свой проект и стараетесь его запустить, то все будет хорошо. А если вы не планируете запускать этот самый проект, тогда есть варианты, но точно нужно будет через год регистрировать Autonom и постепенно запускать обороты. Это то, что точно необходимо и то, что не поменяется. Вот. И примерно за один год до продления тогда, ну, например, можете и ко мне обратиться, потому что мы будем оказывать и уже оказывать такие услуги по созданию MVP и разработке стратегии продления. Ну, то есть, когда это можно считать таким кейсом или выходом получения резиденции без запуска реального стартата. Такие варианты есть. Опять же, я не знаю конкретно ваш кейс, например, вот мы добавляем людей в подтвержденные проекты и там фаундеры, они действительно работают над этим, соответственно, они продлятся и скорее всего продлятся те, кого мы добавляем. Ясно. Ну, тогда, если что, более подробнее с вами свяжусь вот именно в кейс, чтобы кого-то добавиться в какой-то стартап. Да, сейчас достаточно много стартапов ко мне обратились, указали, какие у них есть вакансии и зависит опять от ваших целей, от ваших компетенций. Ну, проект точно можно подобрать и продлеваться будет проще. Вот, например, Тимур выбрал вариант, что он будет сам писать бизнес-план, то, соответственно, на нем и будет ответственность по продлению. А если вы добавляетесь в проект, то там уже вся команда должна думать, как продлеваться и коллективный разум всегда найдет решение. Но это не значит, что у Тимура будут дополнительные сложности, это тоже решаем. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Есть ли еще вопросы? Вы пока думайте, я еще немножко вам полезной информации. Я спросил у Енисы, можно ли подавать проекты в сфере промышленности, то есть производства, потому что было мнение, что производство лучше не подавать, они сказали, что если в производстве есть какие-то инновационные технологии, либо создается инновационный продукт, то производство можно указывать. Вот, и я на предыдущий вопрос отвечал по поводу продления, также Ениса на мой вопрос о том, что делать, если проект не взлетел, то как можно будет продлеваться. Мне, собственно, ответили, что нужно объяснить, почему он не взлетел, чем подробнее это будет сделано, тем лучше, но надо объяснить, чем вы сейчас занимаетесь, над каким проектом работаете. То есть не может такого быть, что, вы знаете, у меня не получилось, вот я сел расстроенный, полгода уже ничего не делаю. да, Алексей, пожалуйста. Забыл уточнить по поводу суммы на счете. Насколько больше минимального в процентах из вашей практики лучше указывать? Понятно, что чем больше, тем лучше, но, к сожалению, не резиновый бюджет. Там 10%, 20%, сверху. Какие-то, может быть, есть у вас порядок? Слушай, ну, вот прямо идеальная картина, это когда, например, на семью нужно показать 50 тысяч, а люди показывают 100 тысяч. Вот. Это вообще не вызывает никаких вопросов и ни разу не было до запросов по новой справке. Ну, пускай будет не 100 тысяч, пускай будет 70 тысяч, например. Ну, то есть, что прямо вот точно есть запас. А вот если там 50 или 53, то это примерно одно и то же. Угу. Я слышу, А 10% это 55. То есть, это тоже маловато. Угу. Ну, в общем, 20% как минимум. Хорошо бы иметь. Наверное, да. Угу. Есть ли еще вопросы? Я сейчас, скажем так, больше увлекаюсь процессом подготовки процесса продления, потому что это действительно то, что предстоит многим проектам. Я сам буду продлеваться в октябре и, соответственно, я сейчас нарабатываю и опыт, и рекомендации, что нужно делать для продления. Возможно, вам еще рано, но на будущее эта информация тоже пригодится. Я очень советую участвовать в выставках, потому что на этих самых выставках можно встретить людей, которые могут вам помочь в развитии этого проекта. Кроме того, участие в выставках это одна из активностей проектов. В нашем телеграм-канале акселератора S-Hub мы публикуем, например, расписание ивентов на следующий месяц. То есть каждый месяц на следующий месяц. И поэтому я вам рекомендую. Там вы встретите интересных людей, получите новые знания и плюс обязательно фотографии. Потом в отчете для продления это можно будет разместить и показать, что вы активны, что вы действительно хотели развить проект. Но, допустим, что-то не получилось. Алексей, это у вас новая рука или все та же? Нет, нет, все та же. Извиняюсь, забыл брать. Так, еще одну секунду. Я хочу кое-что посмотреть. Да, смотрите, я хотел поделиться еще информацией по грантам и кредитам от Ениса. На самом деле это очень интересная история. То есть, если вы получили подтверждение от Енисы или получите его, во что я искренне верю и желаю вам, после того, как вы зарегистрируете здесь ООО, СЛ, вы можете податься на подтверждение инновационности. То есть, по сути, это будет тот же самый бизнес-план, но только, еще раз скажу, должна быть зарегистрированная СЛ. и, соответственно, они его точно так же изучают, дают вам подтверждение и после этого у вас три года будет льгота по расчету налога на прибыль с 25 до 15%. На самом деле это не так сложно, то есть, процедура примерно такая же, как подача заявки на подтверждение бизнес-плана. Далее, когда у вас уже будет подтверждение инновационности, то вам станет проще получить грант или кредит от той же самой Енис. По гранту, я сейчас кратко скажу, он доступен только для тех проектов, которые проводят разработку или исследование. То есть, если у вас реальный проект и вы действительно проводите разработку или исследование, то есть смысл подать заявку в Енису. Срок рассмотрения полгода и сумма гранта составляет до 250 тысяч евро. Но выплачивают они двумя частями. Первая часть это 30-40% от запрашиваемой суммы и подтвержденной суммы и остаток после того, как вы достигнете результата исследования или разработки. Что касается кредита, то кредиты дают гораздо проще и условия по кредиту от 2 до 8 процентов годовых в зависимости от оценки вашего проекта. Опять же, должна быть зарегистрированная СЛ. Их интересуют обороты в вашей компании, но если даже оборотов нет, то это тоже не является критичным, просто они вас оценят чуть хуже и процент кредита будет выше. Так вот, и что самое приятное, что первые 2,5 года вы можете выплачивать только проценты, то есть сам долг вы не гасите. Соответственно, у вас есть возможность действительно развивать ваш проект и дальше, если вдруг у вас ничего не получилось, то вы можете закрыть эту самую СЛ, то есть ваша ответственность будет равна размеру вашего уставного капитала, например, там 3000 евро. Вот, и на самом деле многие испанские стартапы этим пользуются. Дал немного полезного лайфхака, к нам подключился Кирилл, Кирилл, если у вас есть вопросы, то можете их задать, поднять виртуальную руку. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, я бы, наверное, спросил общий вопрос, раз никто не спрашивает. Как сейчас какой-то сантимент настроения у них по поводу стартапов с AI, в том широком смысле этого слова, имею в виду, как они относятся, то есть у них сейчас отношение такое, что любую обертку на пич от GPT, грубо говоря, сделать с самым таким несложным применением, и они это оценивают как инновационность, или наоборот, они уже устали от этих стартапов, которые все оборачивают в AI. Ну, если честно, Тимур, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не внутри Енисы, сказать, что они устали от искусственного интеллекта, я так не могу сказать, но в то же время, если вы просто к проекту прикрутите чат GPT, то это тоже не сильно инновационно, в этом ничего нового уже нет, то есть надо двигаться дальше, нужно докручивать, ну, то есть вы можете это использовать как одной из инноваций, одной из, одна из инноваций, но точно не единственная. Вот, ну, я так скажу, что мне Ениса сказала, что у них 70% подтверждений. У, у них? Что? У, у них, в смысле, у всех бизнес-проектов в целом, или у всех? Вот вообще у всех, неважно, из России, из любой другой страны, она мне сказала, что это 70%, ну, может быть, это чуть больше, чуть меньше, возможно, она округлила, вот, но, по крайней мере, такая информация есть. И, кроме того, я спросил, есть ли какие-то квоты, например, по странам, что, например, из России они пропустят там только 500 проектов, она говорит, нет, 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 вообще, это глупости, никаких квот нет, нам вообще без разницы, из какой страны, поэтому, тут все нормально. окей, Да, Кирилл, пожалуйста. Мы, собственно, продолжим вопрос, то есть, о доказательстве инновационности, я помню, он подавался на Францию, и там возникли проблемы, потому что надо было доказывать, кто это все будет реализовывать, то есть, мы напередумали там всего, и оказалось то, что человек, который в команде, типа, ничего не мог сделать из этого, то, что мы описали. И я хотел спросить, может быть, вы знаете, насчет Испании, то есть, вот мы что-то там обещаем, мы можем там сказать, то, что вот такие фичи там уже реализовали какие-то проекты, которые существуют, и мы хотим, то есть, реализовать так же. Будет ли этого достаточно, чтобы доказать, или надо прям описывать такой же какой-то бэкграунд человека, который там будет все это реализовывать, или просто можно действительно доказать, то, что вот, смотрите, проект уже сделали, мы сделаем так же, объединим в новые комбинации, получится новый проект-продукт. Ну, прямо глубоко доказывать нет смысла, как бы никто не будет, созваниваться с этим фаутором, и проверять, действительно он умеет писать код, или не умеет писать код. Вот, если вопрос был про то, что вот вы уже реализовывали такой проект, и на его основе создаете этот, это плюс. То есть, надо сказать, что это была как бы ранняя стадия проекта, то вы там что-то тестировали, проверяли, создали вот это, а вот сейчас вы все протестировали, все знаете, и хотите там объединить в один продукт все ваши наработки, и вывести его на испанский рынок. Это абсолютно нормальная концепция. И вопрос еще насчет испанского рынка, насколько он, я понимаю то, что, да, он там, естественно, должен быть, но как доказать, что действительно в Испании он нужен, и он природнится там, или лучше оговорить просто в контексте всей Европы, на просто локация будет Испании, к примеру, такое. Ну, смотрите, вы должны решать проблему в экономике Испании, и, соответственно, рынок должен быть испанский. Дальше в roadmap вы можете указать, что вы планируете, например, через два года выходить на европейский или там на латиноамериканский рынок, это пожалуйста. Но в целом расчеты надо вести по испанскому рынку. И тогда вопрос, это получается налоги, ну, то есть я имею в виду то, что это не то, что пользователи будут испанцы, а именно то, что просто налоги тут работаете, понимаю, то есть экономические. Налоги, это по умолчанию, тут даже вариантов других нет. Мне кажется, ваш вопрос был про рынок. Да, 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 ну, то есть рынок, это испанцы, получается, и те, кто там проживает. И экономическое влияние, получается, собирать у них подписки или что-то еще, монетизация, и в ту же Испанию вводить. Я имею в виду, более подтвердительно будет звучать то, что локализация типа Испании, а сама аудитория по Европе, к примеру. Нет. Нет? Лучше всего, чтобы целевая аудитория была тоже в Испании. Спасибо. Но, опять же, в целом, вы, наверное, можете указать, что вы вообще планируете выходить на европейский рынок. Да, офис у вас будет в Испании, но, опять же, из моего опыта, лучше всего говорить, что вы выходите на испанский рынок, вы глубоко изучили, вы здесь запускаете продукт, когда вы займете долю на испанском рынке, дальше вы будете масштабироваться на европейский рынок. Это, как бы, обычная нормальная рабочая стратегия. Чтобы не возникало вопросов, а почему вы хотите, собственно, в Испанию, если вы собираетесь на европейский рынок? Вы говорите, нет, нам только в Испанию. Испанский рынок самый классный, мы вот здесь вот придем, всех порвем, а дальше уже будем масштабироваться. И тогда это получается точно конкретно испанский и английский одновременно. Без испанского запускать вообще нет смысла, да, получается? предлагается говорить то, что только английский будет. Не понял вопрос. Я медалокализация на фикс-языка самого приложения. Насколько нужно утвердительно быть в этом плане? То есть то, что будет испанский, мы делаем для испанцев, потому что мало испанцев говорят по-английски. Ну да, тогда приложение должно быть мультиязычным и как минимум на испанском и на английском, например. Все, спасибо. Пожалуйста. Мне кажется, была чья-то рука еще. Да, Борис, на самом деле моя рука была, но вы уже частично ответили на этот вопрос про экспансию. Да, я думаю, в целом, тут, наверное, может поддискутировать даже, интересно всем будет. В целом же испанцы заинтересованы в том, чтобы компания развивалась на других рынках, американских, западных, привлекала инвестиции, в том числе таким образом, в страну, создавала новые рабочие места и в целом этот поинт можно, наверное, указать, делать, как-то акцентировать, что после выхода на испанские рынки мы, условно, идем в Латам, потому что это нам ближе, а дальше хотим покорить Америку. То есть в этом есть смысл и профит, тем более, если мы действительно собираемся работать на этих рынках. Ну да, я, собственно, об этом и говорю, что это есть смысл указать в Ротмэйбе, что там через 2-3 года вы туда пойдете. Потому что, опять же, если говорить про продление, если вы пообещаете, что вы через год, например, выйдете уже на европейский рынок, то вам через 3 года нужно будет объяснять, а где вы на европейском рынке. А если вы еще не обещали на него выходить, а обещали выйти только на испанский рынок, то на испанский рынок, если вы здесь зарегистрируете компанию и покажете какие-то обороты, то по факту вы вышли. Ну, понятно, что это как бы... Я утрирую несколько. Ну, то есть, лучше показать, что вы будете масштабироваться там на 4-й, на 5-й год, и тогда с вас этого никто не будет спрашивать. Окей, спасибо. Да, Тимур, пожалуйста. У меня, наверное, отличенная от темы рынка вопрос. Хотя это тоже было интересно, конечно, послушать. Вот, но если нет сейчас реализованного продукта и даже, грубо говоря, там нет MVP, понятно, что можно быстро в целом собрать из палок и еще чего-то, но насколько хватает, например, для какого-то условного... В общем, насколько повышает шансы обычный лендинг и, допустим, там, не знаю, 3-4 письма от клиентов из палки. что-то предварительного соглашения у покупки. То есть, хватит ли этого условно или лучше все-таки там какой-то MVP набрасывать? Если нет опыта такого, если нет такого продукта условного в России, то есть, нечего предоставить как подтверждение гипотезы о том, что это работает. Ну, кроме, допустим, конкурентов, может, еще можно подвязать. Но это, наверное, канализу рынка и так подвязывается. Смотрите, я вам скажу честно. были подтверждения проектов на разных стадиях и даже на стадии идеи, когда ничего не было. И были отказы, когда показывали, что проект находится на более продвинутой стадии. То есть, главный критерий это инновационность. Я еще раз об этом говорю. Если они считают, что проект инновационный, то потом они могут посмотреть, ну да, на ранней стадии, но ничего, идея нормальная, в общем, все получится. Если они не считают, что проект инновационный, то я вам, я несколько раз видел, они пишут, нет клиентов, при том, что были письма реально для испанских клиентов. В смысле, их нет, когда они есть. Они сразу ставят, что стадия проекта чуть ли не нулевая, хотя она точно не нулевая, потому что лендинг был, потому что что-то там еще было, прототипы какие-то были, но отказ, все. И ты их не можешь переубедить. Ты говоришь, что это за оценка, если она не соответствует? Они такие, все, разговор окончен, спасибо. Так вот, я что хочу сказать. Лучше всего показывать более продвинутую стадию проекта. Не нужно показывать, что вам, например, нужны деньги для разработки MVP. Это говорит о том, что ваш проект находится на стадии идеи, и при прочих равных вы немножко понижаете его шанс. То есть лучше немножко надуть щеки и сказать, что у вас, например, уже есть MVP, и сказать, что, например, вы его реализовали на лендинге. То есть, никто же не знает, но вы можете, допустим, создать личный кабинет, они не будут регистрироваться в этом личном кабинете. Вы можете сказать, что в личном кабинете реализовано вообще все. Вот. Но, опять же, если вы этого напишите, этого недостаточно, надо будет какие-то скрины приложить, например. Соответственно, можно тогда взять, нарисовать какие-то экраны, что смотрите, нужно регистрироваться, но если вы зарегистрируетесь, то вы увидите вот это, вот это и вот это. Ну, пожалуйста, вот вам как бы надули щеки, у вас по факту почти ничего нет, но на стадии гораздо выше находится. Опять же, нормальная история, если показать какую-то аналитику, например, посещение сайта. То есть, какие-то таблички, графики, что вот вы создали лендинг, запустили какую-нибудь рекламную кампанию или даже, в общем, разные есть способы, как нагонять трафик, вот, и говорите, вот, смотрите, пришло столько-то людей, время на сайте такое-то, вы получили там конверсию 5% заявки, мы с ними связались, получили классные отзывы, они такие видят, что вы реально как будто работаете, у вас стадия совершенно другая. Вот. Ну, собственно, в тех проектах, с которыми мы работаем, что мы делаем? Обязательно создаем лендинг, сейчас мы создаем прототипы, у нас человек есть в команде, которая рисует прототипы по бизнес-плану, и мы собираем реальные письма клиентов. Испанские, у нас есть человек, который этим занимается. Вот. То, что зависит от нас, мы это все делаем. Уж если они не могут, если они почему-то считают, что проект не инновационный, то я не могу к ним в голову залезть, потому что я считаю, что проект инновационный. Я с ними дискутировал, вот, по одному проекту пришел отказ, я вообще с ними не согласен, подали апелляцию, объяснили, ну вот, ждем, может подействует. Понял, спасибо. А письма клиентов имеются до потенциальных клиентов, да? Да, они пишут, что ознакомился с таким-то проектом, он классный, он решает наши проблемы, и после того, как он будет запущен, мы готовы заключить договор и работать. Спасибо, понял. Опять же, вы можете сказать, есть раздел в Енисе, это история компании, и вот там, помимо прочего, можно указать, что вы провели КАЗДФ, вы пообщались с десятками потенциальных клиентов в разных странах, или в одной стране, в Испании, например, и получили следующие результаты, и показать, какие результаты были, там, графики какие-то. То есть, чем больше деталей, тем лучше. Не нужно в них погружаться, прям очень глубоко, но лучше это делать. И, что очень тоже важно, в описании вашего продукта лучше, чтобы было как можно больше деталей и описания технологий, чтобы не было такого, что мы будем использовать искусственный интеллект, и который все сделает. Надо написать, какие данные он будет брать, откуда будет брать данных, как будет проходить обмен. Ну, то есть, лучше в это погрузиться. Да, Кирилл. Хочу спросить насчет выбора Испании Каздева, то есть, получается, что лучше опираться на проблему, именно то, что я вижу проблему в Испании, наиболее ярко выраженный мой продукт, то есть, закрывает эту проблему. Нет же смысла говорить и описывать Каздев, но имеется просто, что испанцы подходят к каким-то параметрам. Наверное, с проблем надо заходить описывать все это и доказывать выбор Испании. Я правильно понимаю? Ну, смотрите, в идеале-то, конечно, нужно описывать проблему, но в разделе в тех разделах на сайте Ениси, которые нужно заполнять, там нет раздела проблем. Соответственно, вы начинаете с того, что вы описываете продукт и описываете инновационность, и вот туда же можете добавить немножко информации, какую проблему вы решаете. Но она наиболее ярко выражена среди Европы должна быть именно в Испании. Ну, то есть, я к тому, что как доказательство выбора Испании, то есть, им же супер важно. Почему не Франция? Почему там еще не другие страны? Ну, если я правильно понял ваш вопрос, то надо объяснить, почему именно Испания, что ваши клиенты здесь, какую проблему вы решаете именно в Испании, а не вообще ни во Франции, ни в Германии. Потому что Ениса это учреждение, которое оценивает инновационность испанских проектов и необходимость испанской экономики. Спасибо. Пожалуйста. Есть ли еще вопросы? Если вопросы закончились, я тогда дам еще небольшую информацию, что я планирую на следующей неделе провести уже третью онлайн-встречу участников стартап-сообщества и визы цифрового кочевника. Предыдущие две встречи были очень интересные, душевные, подключилось много людей абсолютно из разных городов. Это отличная возможность познакомиться с единомышленниками, с которыми вы в повседневной жизни вряд ли пересечетесь, потому что все живут в разных локациях, у всех время, не хватает времени для того, чтобы куда-то доехать, поэтому следите за анонсами, это будет очень полезно. И на сегодня тогда мы завершаем нашу консультацию. Я надеюсь, что было полезно, я смог ответить на ваши вопросы. Я желаю всем успешно пройти путь получения стартап-визы и до встречи в Испании. Пока. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. В большинстве. Пока. Я желаю Продолжение следует...